Микс Ньюс 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 М fist kryxx Well Микс Ньюс Да, вот, кстати, я так понимаю, что латвийская телевидение сейчас даже, видимо, в порядке подбадривания спортивных зрителей, любителей, выкладывает какие-то старые, знаменательные спортивные события, ну, они через YouTube как-то выкладываются, я просто, вот, например, посмотрел вчера, частично, наверное, из моей юности самый знаменательный и памятный матч, это хоккей, Латвия-Белоруссия, 2005 год, матч за выход на Олимпиаду. Когда Латвия проигрывала 2-4 и сумела за 5 минут выиграть. И это было, и показывали... И футбол с вашим комментарием, кстати, Латвия-Турция тоже. Да, вот я хотел сказать, что Латвия-Турция мне была, если честно, я сам это, как зритель, наверное, смотрел первый раз, себя слушал в полном объеме, те игры. И потом еще был знаменитый финал, но это опять другой три дня показывало, Лига чемпионов 99-го года. Это не Бавария, Манчестер Юнайтед? Да, это как раз то дополнительное время, когда компетенционное время и Шейнгом сравнял, совершенно забил победный гол. И 95-й год, полуфинал чемпионата Европы по баскетболу, Литва-Хорватия. Ну, финал пока не показывали, но я потом, посмотрев то, через YouTube посмотрел и финал, когда литовцам там, к сожалению, ну, если так, грубо говоря, оторвали голову судьи на последних минутах. Ну, просто не дали выиграть, к сожалению. Но баскетбол, конечно, был хороший. Да и разные старые игры можно найти, там, те же Олимпиады, 72-й год, знаменитые 3 секунды. Если кто не знает, что это такое, поищите, будет интересно. Во-первых, уже баскетбол того времени, кажется, ты смотришь, и иногда кажется, что ты не знаешь правила, потому что очень много, что изменилось. Да, трехочковых, по-моему, не было еще. Да там много чего не было, не только трехочковых не было, еще и в 80-м году на Олимпиаде. Ну, фильм, кстати, вышел «Движение вверх», в принципе, тоже, собственно, об этом. Ну, это не фильм, это сказка. Ваше мнение, я помню, да-да-да. Это 90% вранье, выдумки и так далее. Да, пока просто я помню, вы упомянули Уэйна Грецкий. Как вам кажется, Овечкину все-таки удастся, особенно вот с учетом того, что мы сейчас переживаем. В общем, ведь всерьез уже заговорили, что он побьет его рекорд. Подбирался он к нему уже вплотную. Ну, хорошо, вплотную, может быть, это сильно сказано, но разговоры есть об этом. Кто знает, когда сезон начнется в НХЛ. Хотя вот сейчас уже в НБА, я знаю, некоторые клубы уже с 1 мая имеют право в зале уже тренироваться, конечно, в ограниченном количестве, там, соблюдая все меры предосторожности. Но, опять же, только в тех городах, где не существует этот… Ну, вот как у нас, оставайся дома, да. Там, где этого нет, там можно. Потому что там в каждом штате, в некоторых городах ситуация все-таки тоже очень разная. И поэтому там вот уже… Ну, это тоже уже какой-то, как говорится, свет в конце тоннеля. Где-то что-то будет. Там разные варианты, как это проводить, я сейчас не буду рассказывать. Думаю, те, кто следят, те примерно знают. Хотя, как это точно будет, не знаю. Но в плане НБА, там, да, чуть ли не на Гавайях проводить. Ну, это невозможно знать, да. Вот то, что там тот же Мотоспорт все время переносит что-то. Интересно, что, да, вопросы. Оба полуфинала кубка нации будет. Но это, в принципе, вся элита мирового спидвейер 25-26 сентября будет, да, вопросы. Может быть, у них есть резервный вариант, я знаю, еще попозже перенести, но это будет. К сожалению, перенесли и вообще отменили юниорский полуфинал чемпионата мира личный, который 6 июня в Риге должен был состояться. Ну, там опять определят, ну, представителя своей страны каждый предоставит на финал. Но вот самое непонятное решение, на мой взгляд, и это не только не на мой взгляд, это приняла Европейская Федерация Гандбола. Они отменили вообще плей-офф, там два тура, плей-офф осталось, но это занимает примерно две недели. Чемпионат мира начнется 14 января. Ну, времени предостаточно, чтобы провести эти два этапа. Я, то, что мы возмущены, у нас, напомню, с Израилем были две игры, если мы выигрываем, попадаем на Португалию, если выигрываем, проходим финальную часть чемпионата мира. Это не был нереальный вариант. И Португалия, насколько она хорошо сыграла на последнем чемпионате Европы, все-таки это не та команда, которую мы не можем победить. Ну, ладно мы, но я посмотрел, какая реакция в других странах, которые тоже, ведь кто играли в первом туре плей-офф, даже Россия, например, да, ну, даже Голландия, ну, Голландия во втором туре должна была играть, но все равно она не будет играть и на чемпионат мира не поедет. Ну, возмущены все, это непонятно, почему, как можно 20, не помню, когда они приняли, 25 или 4 апреля, принять вот, все отменить, если чемпионат мира в середине января. Я не простите, они решили по рейтингу, да, сборную отобрать? Да, по рейтингу, да. И, ну, это получается так, отменили, запретили, и все проблемы отвалились. Сейчас ничего делать не нужно, ни о чем думать не надо, ничего организовывать не надо, все нормально, все в порядке. А можно как-то это обжаловать вообще? Ну, я думаю, там протесты пойдут сейчас, потому что там не только мы хотим протестовать. Ну, как это так? У нас должен был состояться чемпионат Европы соединеров в Б-группе по рейтингу, вторая группа в середине августа, по гонболу тоже. Ну, там я слышал, но это неофициально, возможно, на январь, но состоится ли это у нас, тоже непонятно. Если это вообще отменяют, тогда тоже непонятно, тогда вот эти года рождения вообще теряют возможность как-то между собой сыграть. Ну, конечно, никто в этом не виноват, ситуация такая, которую предвидеть невозможно было. Но, опять же, нужно искать какие-то варианты, как в этой ситуации что-то провести, особенно если, вот как я имею в виду, взрослый чемпионат мира больше полгода до этого мероприятия. Это семь месяцев, как минимум. Это непонятно. Большинство организаторов лиг, чемпионатов, общительных соревнований ищут какие-то варианты позже. Ну, по крайней мере, таких скоротечных решений, может, я что-то пропустил, но, мне кажется, никто другой не принял. Помимо гонбола, вот эти кризисные решения, в принципе, обошлись ли они без скандалов? Я знаю, что на локальном в Латвии уровне с чемпионатом по хоккею, там тоже не совсем все понятно. Там вот это вот в итоге о Олимпии, по-моему, присудили чемпионство. У меня на чемпионский титул никому в этом году не присудили, просто команды там расставили. Ну, засчитали технические, получается. Да, да, и медали тоже никому не вручат. Ну, да, Курбас там вышел из чемпионата. Ну, я думаю, это такое на эмоциях основанное решение. Я думаю, что Курбас будет играть на следующий сезон. Вопрос только, когда он начнется, и кто вообще там будет играть, потому что сейчас ситуация непонятная, как будет. Хоккея все-таки довольно дорогой вид спорта. Один инвентарь сколько стоит. Ну, это, конечно, в первую очередь, наверное, все-таки к детскому хоккею относится. Подтянуть ли там родители и клубы и так далее. Ну, там решение Федерации было сыграть оставшиеся игры регулярного чемпионата. Там были две игры. И там, по-моему, как раз совпало с тем днем, когда приняли вот эти ограничения, которые существуют. Ну, и там одна команда не прибыла. Ну, я не знаю, Курбас в позу, что... Ну, да, хоккейная школа Рига не прибыла на игру с Олимпией. Ну, ладно, ну... Хотя у Курбаса, я думаю, там немножко чисто... Потому что это фирма по логистике, они... Логистикой занимаются, ну, перевозом разных там автомобилей и так далее. На прошлой неделе я где-то читал, что у них объем на 30% сократился. Это, конечно, не могло не повлиять. В том числе и на спорт, и вся эта ситуация на спорт вообще сильно повлияет. Не только на уровне таком, как там Олимпийские игры на год перенесли, и в связи с этим некоторые чемпионаты мира перенесли. Еще на год, на 22-й, потому что по срокам там соблюдает даже легкая атлетика, например. Я думаю, что на всех уровнях спорта это... Ну, это не может не повлиять на дальнейшее развитие, на дальнейшую ситуацию. Но эта ситуация, получается, да, и вот оглядываясь в прошлое, там, недавнее и давнее, это небывалая ведь ситуация, да, что переносились все крупнейшие соревнования? И Олимпиады, и Евро, и Лига чемпионов, и Тур-де-Франс, все мимо. Нет, я такого не помню. Я думаю, что более опытные и более старшие мои коллеги тоже никто ничего подобного не вспомнит, потому что ничего подобного не было со времен Второй мировой войны. Вот с этим сравнить, да, можно? Да, а больше ни с чем сравнивать. Чтобы такие отмены. Ну, вот сегодня действительно Минобразование и Минздрав обсуждают возможность восстановить спортивную деятельность. Частично, частично. Конечно, частично, это правильно. Постепенно и частично, да. Вы уже что-то знаете, у вас какой-то инсайт есть, или вы предполагаете, что частично... Как вам кажется, сейчас логично было бы, с чего начинать, в каком виде, формате и так далее? Ну, во-первых, чтобы школьники, дети могли заниматься на стадионах, на открытых площадках. Конечно, там нужно соблюдать меры предосторожности, дезинфекция, там должны быть все вот эти средства и так далее. И, конечно, это не значит, что теперь должен быть полный стадион детей. Нет. Такие мероприятия. Там будет ограничено количество. Я знаю, что, например, футбольный клуб «Палмер», они уже тренируются дважды в день в стадионе. Но 5-6 человек в одном конце стадиона, 5-6 в другом. Эти оттренировались, они уходят, потом приходят только следующие, опять 5-6 там, так, чтобы соблюдать дистанцию, чтобы не было там столпотворения никакого. Это нормально, это на стадионе вот так рассредоточивается, когда спортсмены или дети, или неважно кто. Поймать какой-то вирус во много раз меньше возможностей, чем в тех же магазинах или вообще в ценном транспорте. Да, это факт. Вот звонят нам, давайте звонок примем. Слушаем вас, здравствуйте. Лё, добрый день. Да, пожалуйста. Евгений, я говорю о футболе в латвийском. Прежде всего, хотелось сказать спасибо вашему гостю за комментирование футбола чемпионата в России в 2018. Мне очень понравилось, как он комментировал, почему он, потому что в сравнении с теми молодыми его коллегами он очень хорошо выглядел. У молодых, может быть, это примет его внимание, у молодых, комментирующих тот чемпионат, у них чувствовалась какая-то маленькая политика, троллинг. Ну, так неприятно было их слушать. А вот ваш гость очень-очень хорошо комментировал. И вот мне два вопроса. Два вопроса о футболе в латвийском. Первый вопрос. К сожалению, в последние годы, вот после 2004 года, латвийская сборная, ну, совсем никак выглядит. И у меня просто возникает подозрение, может быть, она участник или жертва тотализаторных игр. Вот, это вот никакое мнение вашего гостя. Второй вопрос. Второй вопрос. Как сложилась судьба Александра Каленко? Мне тоже очень нравилось, как играл вообще. Супер играл. Да, вратарь. Ну, два вопроса. Да, спасибо вам, спасибо. Ну, давайте о футболе. Ну, сначала спасибо за комплимент. Да, чемпионат Кубок мира, так скажем. Ну, подождите, до 2022 года встретимся тогда в эфире опять. Да, но насчет сборной и тотализатора я не верю в это. И вообще ничего близко и замечено. Такого не было. Тут одну причину и две, и три не назовешь. Ну, во-первых, у меня такого поколения, какое было. Вот тоже поколение Каленко чуть постарше, чуть помладше. И просто тогда все так совпало, что... И вот это был базовый клуб с Комта, который играл на высочайшем уровне. Вспомним те же игры из Барселоны, из Наполи, из Интера, из Челси, со Спартаком, с Динамо Москва и так далее. И вот это костяк был сборной. Костяк плюс еще несколько игроков. Ну, не со стороны, а с других клубов тоже. Лучших игроков. И игроки, которые себя знали прекрасно на протяжении нескольких лет, вместе играли, они с завязанными глазами, виделись друг друга на поле. Плюс благоприятная ситуация под группой сложилась. Но это не главное. Главное, мы были достаточно сильны, чтобы эту ситуацию использовать. И в финальной части, если помните, мы тоже выглядели очень достойно. Даже с той же Голландией 0-3 проиграв, там никто плохого слова насчет команды не сказал. Но сейчас ситуация поменялась, сейчас много что поменялось. И нет таких игроков у нас такого уровня. Ну, опять же, молодые игроки талантливые появляются, но почему-то большинство только появляется, а потом куда-то пропадает. Или вообще пропадает и останавливается в своем развитии. Тут опять же много причин. Мы над этим можем часами разговаривать. И навряд ли придем к такому одному мнению, что вот это главная причина, это менее главная. Потому что вот те же клубы на Европейском уровне в прошлом тезоне очень прилично выступили. Но опять же, в каждом клубе были очень хорошие легионеры. Очень хорошие игроки из рубежа, из латвийских игроков. Ну, несколько, да, этому соответствовали. Кто-то где-то за границей играет, где они играют, как они играют. В таких топ-лигах у нас, на принципе, никого нет. Из большой пятерки, лиг, я имею в виду, топ-5, даже топ-6, никого нет из наших игроков. Они играют немножко пониже. Кто-то та же Швейцария, Польша – это хорошие чемпионаты. Никто не умоляет, да. Но есть там сколько? Полсборных? Да нет, конечно. Ну, конечно, нужно развивать молодежь, нужно развивать тренеров своих, нужно развивать. Через вот эти сильные клубы я так надеюсь, что сейчас вот этот лимит поменяли, да, три только местных игрока должны быть, плюс три в запасе, ну, четыре, я думаю, даже на всякий случай. Так вот, те, которые попадут сейчас в состав, те действительно будут конкурентоспособными игроками. Плюс там должен быть, по-моему, как минимум один игрок молодежной сборной. Так что, ну, не так, что вот сейчас мы местных футболистов игнорируем, и у них не будет возможности для роста. Но, во-первых, нужно самому стремиться расти, а не из-под палки, и не потому, что у тебя латвийский паспорт, ты играешь. Ну, это ни для кого не секрет. В том же прошлом сезоне было несколько игроков, которые, как мы сами смеялись, работали латвийскими футболистами. Вот у него латвийский паспорт, их пять должно быть, или там, нет, шесть, шесть должно быть на поле, вот их шесть есть. Ну, конкуренция, только здоровая конкуренция. Ну, я не знаю другого способа, как вырасти, как пробиться куда-то. А Клим? Потому что, конечно, можно сказать, что вот эти, ну, даже не руководители, а хозяева клубов, они не очень-то и заинтересованы, чтобы эта молодежь росла. Ну, во-первых, они хоть немножко заинтересованы, потому что у них этих и шесть, и семь игроков не будет, если они не будут заинтересованы. А во-вторых, я не верю, что владельцы Paris Saint-Germain или Manchester City очень уж сильно беспокоятся о том, как будут играть сборные Франции и Англии. Ну, там опять другой футбол, другой уровень, другие деньги, другие лиги. Это опять новая тема. Ну, я думаю, что сборная понемножку поднимется, потому что все-таки менталитет игроков, отношения игроков, я имею в виду молодых игроков, все-таки меняется. Меняется к лучшему, и я все-таки остаюсь терпеливым, оптимистом. Как у Александра Клинкова сложилось? Естественно вам? Я не знаю, что в этом сезоне. В прошлом сезоне вышла футбольная школа была, и он же в Юрмале ведь работал, тоже и тренером, и тренером по братарям. Ну, я думаю, что он без работы не останется. Вот, опытнейший, поигравший на очень высоком, хорошем уровне, и в той же финальной части чемпионата Европы, потому что... Ну, настолько я вот слышал, я не знаю, я у самого его на эту тему не спрашивал, поэтому не хочу распространять слухи от других. Я слышал, что он хотел бы быть не просто тренером вратарей, что он хотел бы быть главным тренером в команде, тренировать команду. Ну, что, это... Достойное желание. Хорошо, что у него такие цели. Да. Уже позволяет достигнуть. Хорошо. Опять же, если возвращаться более глобально к лаврийскому спорту, то мы прекрасно знаем, что спорт вещь такая хрупкая, если речь идет о физической форме, о психологической форме, вообще об общей готовности. Это все очень сиюминутно. И вот сейчас такая пауза длительная. Кому она может в нашем спорте, может быть, пойти на пользу, если так вообще о ком-то можно говорить? Для кого, наоборот, она очень так губительна, ну, или по меньшей мере она вредна? И, в принципе, вот мы когда месяц назад с вами говорили коротко тогда, вы так выразились, очень образно, что спорт вернется, но ясно, что кто-то умрет, а на место умерших придут новые. Ну, умрет, понятно, в переносном смысле. Вот какие в этом смысле прогнозы и мысли? Ну, примерно то же самое я могу и сейчас повторить. Просто меньше всего пострадают так называемые любительские и полупрофессиональные команды. А таких у нас абсолютное большинство. Я имею в виду по игровым видам спорт. Ну, баскетболе, футболе. Ну, баскетболе тоже не все клубы, да? Профессиональные клубы. В том же гонболе там, в принципе, любительские команды. В волейболе то же самое. Да, они там какую-то что-то, какие-то премии, может, получаются. Ну, это еще не основное и не единственное занятие. Это занятие, кто-то где-то или работает, или учится. В принципе, все чем-то занимаются еще. В том же хоккее, ну, я не знаю, там ближе к тому полупрофессиональному уровню это лига, да? А вот те, что профессиональные команды, там, конечно, вот уже среди баскетболистов слышно, что на следующий сезон у нас могут быть, ну, 3-4, не больше, профессиональных команд. Ну, будем учиться жить и играть на полупрофессиональном уровне. Все дня это с учебой, как, например, в той же Исландии, например, профессиональных полностью команд по тому же гонболу вообще никогда не было. И сейчас нет, полупрофессиональные команды. Но почему-то это маленькая страна и по футболу, и по гонболу, она котируется очень высоко в мире, да? Так что, ну, нужно будет искать какие-то другие способы, как развиваться. Уже в другой ситуации нужно будет, ну, находить и тренерам, и игрокам, и руководителям команды. А пострадают кто в наиболее? Возможно. Если мы говорим о профессионалах. Пострадают те, я думаю, которые вот те же профессиональные клубы, потому что, я думаю, в этой ситуации будет намного сложнее привлечь и спонсоров, привлечь чисто финансовую поддержку. Это понятно, это объективно в этой ситуации. Иначе, иначе, и, наверное, не может быть. Как долго это продлиться? Это другой вопрос. Так что это пострадает. И спортсмены, конечно, тоже. Многие, те, которые входят на территории Солны-Псковена, или А-группы, или Б, или С, они, конечно, не потеряют эту поддержку и до конца этого года, и в связи с этой ситуацией, и на следующей. Это понятно. Может быть, она чуть-чуть и меньшится, но она у них останется. Так что они выживут, если можно так сказать. Это точно. Но остальным надо искать какие-то варианты, как выжить. Сейчас, например, они даже никто так и по-настоящему тренироваться не могут. Индивидуальные, опять же, виды спорта, хотя велосипедисты, вот местные, почему нет? Тренируйся. Опять же, что это за тренировка, когда ты должен по транспортам, насыщенным дорогам, тренироваться? Ну, это тоже, наверное, не совсем нормально. Ну, трасса, пикерник открыта, насколько я знаю, для велосипедистов, так что вперед. Там можно проводиться. Да, недавно там Андрея Расторгуева интервьюировали как раз. Да, 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 да. Он там поддерживает спортивную форму. Веса открыты, все открыто. Но это не полноценные тренировки. Ты можешь тренироваться, особенно вот в игровых видах спорта, ты можешь тренироваться 10 часов в день. Но это команда. Без командных тренировок это даже не на 60% это тренировок. В боевых видах вот два события, которые ожидалось. Одно ждал весь мир, другое тоже, в принципе, весь мир, но в большей степени мы. Я имею в виду, во-первых, бой по правилам ММА Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который откладывался уже пять раз, по-моему. И, конечно же, бредость против Дортикоса Кубинца тоже перекладывался матч. И сейчас уже речь идет о том, что его могут провести чуть ли, я так понимаю, не в телестудии, там как-то... Ну, не в телестудии, ну, такой очень, да, камерный вариант. И при этом организаторы боя, они вот как-то несколько раз сказали, что хотели бы провести его поскорей. Как вам еще кажется, вот как это могло бы выглядеть, почему торопятся организаторы, если шанс увидеть эти бои и конкретно бредиться? Бой-то, я думаю, состоится. Вопрос только когда и где. Ну, на этот вопрос никто конкретно не ответит, потому что, ну, была такая версия, что вот давайте сейчас проведем без зрителей. Знаете, какой рейтинг будет у телевидения, какие можно будет срубить деньги? Ну, ничего не можно будет срубить, потому что контракт с телевидением уже заключен на определенную сумму, и может быть, кто-то где-то дополнительно хотел бы купить. Это права, это другое дело. А это в основном сильно на... за счет этого никто особо дополнительно не заработал бы. Это сами организаторы так рассказывали. Вот. Одно другое дело, что и к этим боевым соревнованиям, и к этим боям относятся, и к... в том числе и к некоторым другим. Ведь пока закрыты границы, ну, что-то провести на международном уровне практически невозможно. Потому что, ну, к тебе никто не может приехать, и ты никуда не можешь поехать. и поэтому, я думаю, раньше... Не, частым образом, наверное, можно было бы прилететь. Ну, там у них свои правила тоже. Они могут переносить на конкретное количество дней и сколько там раз. Если нет, то тогда они начинают этот организационный процесс этого финала сначала, как бы с нуля. А там уже видно будет, если... Да, такой вариант всплыл, что если будет место, где можно будет провести раньше, чем в Риге, то этот бой может состояться и где-то в другом городе, в другой телестудии. Будем надеяться, что все-таки в Риге это состоится, тем более, что у Тортикуса тут тоже болельщиков хватает. У него претензий никаких. Он тут, помнишь, как-то на хоккей ходил, даже Динамо Рига там сфотографировался и с болельщиками, автографы раздавал. Завоевал любовь. Давайте звонок еще примем. У него тут симпатия есть. Да, здравствуйте. Добрый день. Анатолий Крейпов по голосу, я не сначала. Да, именно он. Да, ну, слова уважения, благодарности, конечно, и все-таки про футбол еще раз. Вот у нас получается, если я правильно понимаю, обратно пропорциальная зависимость. Чем больше денег, тем хуже футбол. Вспомнить времена Верпаковского-Старкова, сколько там было людей в федерации, сколько они получали. Весь этот клад вокруг футбола и сравнить с теперешним. Это, наверное, раза не в два, а в три уже больше. А в футбол все хуже и хуже. Вы говорите, жду, надеюсь, все будет хорошо. Но так можно ждать второго пришествия. То есть все-таки, вот как бы прокомментировали, денег больше, игра хуже. Всего хорошего. Спасибо. Ну, денег больше это относится к федерации. Больше ли денег от этого в сборную, я не знаю. Федерация, у них сколько, где-то 7 миллионов, по-моему, да? Ну, федерация все равно много решает, от него много зависит. Уэфа, фифа, это, конечно, много, что касается денег. Ну, поэтому я и сказал, что клубы-то у нас играют на очень хорошем уровне. в прошлый сезон это показал ведущие наши клубы. Но вот сборная, ну, да, то, что федерации этот штат раздут, я соглашусь, потому что даже разговаривая с некоторыми знакомыми с той же федерацией, которая уже там давно работает, они чуть ли не как анекдот рассказывают, что они там кое-кого даже не знают, кто это такой, чем он здесь занимается. И там есть люди, которые работают, которые подходят, там у них такой стенд, там есть фотографии, они смотрят, например, там Янис, Эдерис, для них это пустой звук. Это люди, которые вообще не из среды футбола, абсолютно. Это, конечно, не обязательно, если ты, скажем, бухгалтер высочайшего класса, ну, ты не должен знать наизусть там состав сборной Латвии или там сборной Италии. Но все равно люди, которые занимаются чисто такими футбольными делами, как они могут знать футбол, как они не могут знать, как они могут не знать таких, ну, личностей латвийского футбола и так далее. Там до анекдота доходит, да, но, ну, сейчас там, не знаю, чем-то закончится там вид. Да, очередные обыски. Разные обыски. Ну, на эту тему мне еще бывший президент Каспорт Гордж рассказывал, что встается на там все это, там столько непонятных подводных камней, что там нужно специалистам разбираться. Ну, вот сейчас специалисты начали разбираться, как это повлияет на дальнейшее, на федерации. Ну, пока вот федерации, ну, я не знаю, может, бартаком это слишком громко будет сказано, но там президента нет, там вообще непонятно, что там, как там происходит. Пока такая ситуация, ну, ждать самого никакого... Да, про футбол, конечно, да, резкого роста сложно. Хотя, повторюсь, вот те же наши У-17, У-19 ребята, ну, они же достойно играют на своем уровне. Почему они дальше не вырастают? Вот, вот это вопрос. И то, что многие из них уезжают в эти академии футбольные, но это не гарантия чего-то, что они обязательно станут игроками высокого класса. Ну, я не буду назвать фамилии, но некоторые, кто ехали, которые считали большими талантами, ну, они приехали сюда. Я бы не сказал, что они на фоне нашей высшей лиги хотя бы на полголовы сильнее других. Да, они неплохие игроки, но это все. Про футбол могли бы, целую программу, конечно, поговорить, но вот у нас буквально пять минут остается, давайте про хоккей еще поговорим. Это, во-первых, ну, начнем с КХЛ, на две части разделю КХЛ. Динамо Рига, вот, любопытное недавно было интервью Савицкого, в котором он свои мысли такие высказывал по поводу общей идеологии клуба, в частности, сказал, что вот в клубе всегда был акцент на местных игроков американско-скандинавских, и стоит, может быть, обратить больше внимание на Россию с его точки зрения. И также он отметил, что, в принципе, иностранцы всегда обеспечивали успех в Динамо Рига, а вот местных он назвал в большей степени помощниками. И про другие клубы еще можно сказать, что вот латвийцы там как-то активно покидают клубы, и Дауговинч, и Карсумс, и Спартака вроде как уходят, Индерши из Динамо Москвы, Кулды из Северстали. Как с ними дальше вообще дела будут обстоять? Дауговинч будет играть в следующий сезон КХЛ. До 30 апреля у них у всех контракты, так что до этого никто так публично распространяться не будет, но Касперс мне сказал, что я уже знаю, где я буду на следующий сезон, на устном уровне у меня уже, как говорится, согласование уже есть, но пока что до 30 апреля, извини, я этот клуб называть не буду, но это не Спартак, это 100% не Спартак, но Индерши, я думаю, это работа тоже не останется, так же, как и Карсумс, это 100%, так же, как и Кулды, все-таки игроки достаточно высокого уровня, что касается акцента, частично я соглашусь с Юрисом, с Авинским, но частично, потому что да, легионеры, они не только в нашем клубе, но что может больше, ну, они и в самых богатых клубах тоже играют очень важную роль, хоть там и число в российских клубах ограничено, конечно, но все-таки не нужно забывать и наших игроков, те же, Дарзинч, и Рейлис, когда играли, да, тут можно назвать треть сборной, да, ну, они не совсем подносчики снарядов все были, в этом сезоне, кто у нас самый результативный игрок, Владимир Дарзинч, а не кто-то из легионеров, да, посмотрим, во-первых, кто будет главный тренер, неизвестно, а то, что вот российские игроки, которые хотят себя как-то проявить, что их не то, что можно, а на мой взгляд, даже нужно несколько пригласить, ну, это показал прошедший сезон, потому что игроки, которые чувствуют, что у них появился шанс себя как-то проявить в КХЛ, конечно, они будут стараться это делать, ну, а то, что вот Петерис Фудер, тут недавно один из кандидатов возглавного тренера, высказался, что в составе Динамо Рига не хватает профессионалов такого хорошего уровня игроков, ну, а как с ним не согласиться, тут некоторые болельщики очень обиделись, опять же, на него за это, но это факт, тот же Дарзенч, тот же Редликс, те же остальные игроки, они младше не становятся, а Лаурису, если я не ошибаюсь, 35-36 будет на следующий год, да, ну, ну, да, сезон 2, а вот на подходе таких ярких талантов, которые, ну, вот этот через годик-два сейчас себя проверит, заиграет, ну, я могу назвать 3-4, не больше, потом в сезоне такие перспективные молодые ребята появились, но это не факт, что они будут в Динамо Америку на следующий сезон, они могут и в Северную Америку ехать, Анатолий, если в минуту сможете уложиться, будем вам очень благодарны, по поводу Америки как раз, в хоккее и баскетбол захватим, если успеем, опять же, в минуту, какие вообще вот перспективы, мы знаем, что Мерзликин заключил второй в истории Латвии контракт после Озландша, Курц тоже. В связи с этим в порядке. Гергенсенс, думаю, наверняка останется хороший сезон у него, но кто добавится, трудно сказать, посмотрим, может из молодых, кто-то же Рубинс подписал контракт, но опять же, такой, этот, называемый начинающий контракт, дебютный контракт, так что, время покажет, посмотрим, подождем драфта, может, кто-то там, пару человек должно быть, один точно, я думаю, будет, и у нас там достаточно таких, игроков, хотят себя и могут, может быть, как-то проявить, но все-таки у нас в прошлом сезоне в НХМ было достаточно, давно не было. Рекордное, по-моему, рекордное количество, по-моему, если не ошибаюсь. Да, ну, в НБА, то, что там есть, то есть, тут тоже скоро драфт, там, Курц, средний, не младший, а средний из братьев и Жагарс, ну, я думаю, что Жагарс шанс повыше, конечно, но это опять же не значит, что они в следующем сезоне или кто-то из них будет играть в Национальной Баскетбольной Ассоциации, там у нас два очень стабильных игрока есть, плюс Курц, плюс Пасечник, ну, четыре игрока, плюс целая орава игроков в Евролиге, может, это о чем-то говорит. Спасибо большое, Анатолий, журналист, комментатор и ведущий Анатолий Крейпенс был у нас в развороте, спасибо, что нашли время и всего доброго. Всего вам.